Друзья, всем привет! С вами Пираты. Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Atomic Society. Вы можете, конечно, сейчас поулыбаться, что так я произношу, но вроде бы так правильно. Society. Атомное сообщество. Это симулятор поселения в постапокалиптическом мире. То есть мы пережили атомную войну. Вот сейчас кадры из нее там такие в туманном, да, немножко вот как сейчас несется, наверное, это здание после атомного взрыва, да. Игрушка дико интересная и на английском языке. Я очень долго в нее поиграл, чтобы более-менее разобраться. И на ютубе нету видео, где толково бы все объяснялось. Я попробую уже вам все объяснить, если вы тоже хотите в нее поиграть. Ссылка на скачивание будет в описании. Ну что ж, давайте начнем. Тут, понятно, все у нас новая игра. Брифинг нам тут рассказывает, что война разрушила все и тому подобное. Нам не нужно истории, как бы, не в ней соль, да. Давайте выберем первое имя. Во-первых, сначала сразу выберем, будем играть за бородатого мужика. Тут все можно поменять, конечно. Ну как, бороду есть нету, волосы и тому подобное. В общем, какая-никакая констомизация присутствует. Ну, называть нас будут Джеффри. О, это сильно большое. Стенгас. Нормально. Эйдж. Ну давайте 35. Вроде бы похож на 35 лет. Нормально. Белив и систем. Стоп. Это у нас, получается, наша религия. Я не уверен, что она есть. Ну, в общем, тут есть такая религия, как атеист. Есть также вот, я тут видел, сатанист или что-то вроде New Age, да, новая эра. Также есть даже, а, вот, сатанист. Есть, по-моему, христианство. В общем, а вот есть даже неизвестно. Но я не знаю. Плюшки вам пока что это ничего не дает. Можете выбрать, что вам нравится. Вот есть и буддист. В общем, ну, возьмем Uncommon. Давайте все-таки возьмем, чтобы ничью веру не затронуть. Uncommon. Так. Сложность. Есть 4 сложности. Кастомная. Ну, кастомная здесь вот выставлять нужно. Я сюда даже, если честно, не заходил. Поэтому возьмем мы Moderate. Среднюю сложность. На Эксперте не будем играть. Туториал. Можно выключить. В принципе, я даже в нем ничего не... Хотя нет. Возможно, попадут некоторые надписи, которые помогают понять, что там происходит. Ладно, давайте начинаем. Также у нас есть целых 9 биомов, да. Ну, вот так, если подумать, то после атомной войны, по идее, либо же у нас будет вот такой вот Wall-E, либо же тут есть где-то Forest, да. То есть, ну, людей не было, да, не сидели в бункерах. Да, прошло, конечно, вот там ядерная зима, и все разрослось, наверное, на ново. Но в тундру я еще не играл. Вот играл в зеленый биом и в пустынный биом. Давайте, наверное... Я играл в Forest, и давайте возьмем Wall-E, да. В принципе, ну, не хочется играть в пустыне. Возможно, как-нибудь в другом сезоне, если игра разрастется. Ну что ж, принимаем. И пошла загрузочка. Надеюсь, она будет не очень долго. Да, вот наше поселение в... Так, сначала паузу поставим. Поселение в 50 человек. Максимум, я так понял, можно 350. Ну, или что-то вроде того. Мы здесь управляем, если нажать пробел, вот за одного... Вот наш чудак. Мы можем ним бегать WISD. Также можем нажать пробел. Да, только когда уже с паузы снимемся, потому что так не снимается. В общем, надо с паузы сняться. Нажать пробел. Вот так. Оп. И теперь мы можем уже, как в стратегическом виде, да, по карте летать и выбрать, где нам все-таки здесь поселиться. Так. Что у нас тут... Давайте посмотрим. Есть. Нам нужно поселиться как можно ближе. Вот таким вот... Вот заправка, еще какое-то здание, машина, чтобы собирать лут на этой земле. Контейнер, вот вижу, стоит. Ну, а дальше-то ничего и нету. Дерево здесь не лутается, то есть оно не нужно. Также, в принципе, если мы где-то здесь вот поселимся, нам нужно выбрать одно из зданий, сделать первым нашим складом. Вот этот, например, складом может быть. Здесь вот может быть домиком, складом. А третье это защитное какое-то сооружение. Типа мы там... Ну, я не знаю, на меня еще пока что никто не нападал. Но все может быть. Гуард Тавер, да, защитная башня, в общем, сделать. Также их можно будет и построить. Вот есть еще контейнер. И сюда сможем сбегать, да. Ну, хочется такое плато, так сказать, полянку выбрать, где поселиться. Я бы, например... Ну, отличная полянка вот здесь вот сверху. Мне вот очень нравится. Но если мы сейчас сюда будем бежать, представьте, вот оттуда, а не в окружную, это будет довольно-таки долго. Им все равно, конечно, придется здесь по всему, по какой-то замок. Я таких еще строений не видел. Прикольно. Это башня прям. Ну, ладно. В принципе, вот та вот заправка мне плюс-минус нравится. Плюс здесь рядом есть кораблик. И, получается, мы с вами здесь где-то недалеко высадились. Да, ну вот мы где. Да, отлично. Значит, ну, давайте отправимся вот сюда вот и сделаем с этого склад. Нажимаем на лапку, чтобы мы вручную его сделали. И теперь вставим первую скорость. Наш чувачок отправляется помогать строительству. А также за ним, в принципе, мы как здесь... Здесь тоже какая-то история рассказывается. Ладно, пропустим. И мы здесь как глава поселения. Я не знаю, можно называть нас, наверное, староста и, скорее всего, общины. У нас первый год, первый день. И все наши подчиненные, так сказать, отправляются за нами. Идут за нами, чтобы основать поселение. Давайте скорость подмотаем быстрее. Здесь также можно поставить на определенном времени дня освещение. Но у нас оно всегда идет. То есть у нас будет и ночь, и утро, и вечер. В принципе, пускай будет. Что еще рассказать? Туториал можно закрыть. Вот это вот все. Ну, все на английском. Все... Ну, я переводил. Я переводил с переводчиком название зданий и примерно пытался понять, что они делают. В общем-то, вот так. Ну, для начала нам нужен склад. Куда нам сносить первый наш лут. Да, там три вида строительного материала. Также вот эта кнопочка станет доступна, когда вы видите, ноу-сторидж. Сначала нужно построить. У нас чувачок довольно-таки быстро все строит. И это хорошо. Склады мы сможем строить еще. И они, в принципе, имеют общий объем, который измеряется в единицах. Ну, сейчас, в общем-то, все покажу. Давайте скорость еще быстрее подмотаем. У нас люди очень скоро придут, поэтому нам нужно, смотрите, им водичку сделать, еду, больничку, где им жить в домиках и какое-то развлечение. Пока что зданий не так-то много, как могло бы быть. Но будем надеяться, что разработчики не забросят игру. И мододелы, во-первых, у нее нет еще модов. Надеюсь, к ней прикрутят моды, потому что игра в Стиме есть, мастерской там нет. Будем надеяться, что это все прикрутят и прикрутят русский язык. Так, давайте назовем наше поселение. Здесь рандома нет, но я не знаю. Давайте зона 51 назовем. Так можно даже на русском, но мы на английском. Зона 51, да? Или 52. Все, отлично. Founded, построено, да? Вот так вот мы WSD можем бегать нашим чувачком. Так, нажимаем пока что паузу. Зайдем в наш сторид. 60 единиц мы имеем для хранения. Единственное, что мне не нравится, если, например, нам чего-то не хватает, мы можем поставить вот так галочку. И сейчас мы построим здание, которое будет иметь в себе поселенцев, которые будут собирать именно лут. И они отправятся именно за вот этим вот видом материала. Плохо, что нельзя нажать несколько. То есть, ну, пока что так. А если мы их отправим, они все будут собирать. Получается, у нас есть строительные материалы, еда и напитки, мануфактур, итемс. Ну, это типа, как я понял, одежда, какие-то инструменты, оружие и тому подобное. И третье, я даже не разбирался, что это, но по виду какие-то батареи, персональные, ахрен его знает, что это даже. Ну, в общем, ладно, за кадром переведу, потом, если что, в следующей серии вам расскажу, что это было. Ну, пока что оно мне не надобилось, так сказать, да. Так, сторидж готов. Теперь открывается вот такая вот у нас ячейка, где мы можем строить, смотрите, защитные строения, какие-то украшения, по-моему, сюда я еще тоже не заходил. Здесь у нас вот одно из нужных, это Каванжер Хант, здание для сбора ресурсов. Мы строим его, назначаем строить, назначаем персонажей, которые будут нас собирать по карте лут, ходить вот такие вот заправки и тому подобное, и все там будут шмонать. Дальше здесь еще есть, ну, Сторхаус, это, понятно, склад один, и большой склад, Гигант Сторхаус. Репеер Чек, это здание для починки здания. Здания здесь периодически ломаются, и нужна их починка. Я поначалу все делал вручную, но потом, когда зданий много, конечно, не успеваешь. Вот это вот строишь, и, то есть, нанимаешь людей, они тоже сами все чинят. Суд, вот тюрьма есть, Таун Холл, Инфостейшн, это я еще пока что не строил, только предстоит мне разбираться, но это нам было, нам будет еще рано. Дальше. Театр, таверна, и вот это вот не знаю, что тоже почитаю, попробую разобраться. Но это тоже какой-то повышает мораль, там и тому подобное. Здесь что нужно? Крематорий в больничке, да, крематорий, который сжигает трупы, потому что трупов у меня поначалу очень много было, и тому подобное. Что еще? Ну, госпиталь. Вот это First Eye Tent, это палатка первой помощи. Потом, здесь у нас, получается, стандартная лачуга, люкс тавер, больше я не строил. Тенемент не строил, и люкс рехаус тоже не строил. Ну, и еда, получается, колодец, сборщик росы, лайфсток ренч, это, или ранч, это у нас, получается, ранчо, ранчо, да, или, в общем, ферма животных, и гринхаус, это теплица. Ладно, давайте приступим, в общем, потихоньку. Наверное, нужно было это все потихоньку устроить, и вам рассказывать, но ничего страшного. Нам все равно нужно сначала полутаться, у нас нету абсолютно ничего, как вы видите, так что, берем нашего чувачка, нажимаем правой клавишей мыши, нет, левой, извиняюсь, левой, и вот на ручку он идет туда лутаться. Пробелом отжимаемся, чтобы ним не управлять, потому что собьем его задание, и вот так вот он полетел. Нам нужно построить срочно, срочно построить место, где мы будем, составим людей собирать также лут. Так, мы нашли какой-то рюкзак, замечательно, у нас теперь место 15 и 20 мест для лута. Так, лутайся еще, 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 добирай, добирай, все, он лутанулся, инвентарь полный, пробел на него, и вот так вот, на ящичек, нужно выгрузиться. Вот, видите, сбивается, то есть, если пробел не отжать, блин, людишки уже почти дошли, а мы еще, блин, не начали строительство, чтобы их на работу отправлять, и пока они шли, уже минус 3 у нас. Можно трупики посмотреть, где? А, вот один трупик, вот второй трупик, видите, то есть, не знаю, люди дохнут, идут очень быстро. Так, красавчик залутался, пауза, всего по чуть-чуть принес, возможно, мы даже сможем построить, нам нужно вот это, scavenger hunt, да, мы можем его построить. Так, давайте сразу разберемся, что у нас, а, паузу нельзя, слева будут, значит, здания, которые вот, для сбора, и тому подобное, так, сейчас, вручную отправим, помогать, да, слева у нас будет здание, для починки, и все тому подобное, справа будут, все-таки делать будем еду, здесь, при том, плато такое, вроде как, более-менее ровно, хотя вниз все сходит, да, справа у нас будет домики, еду делать, ну, и может там, медикаменты какие-то, плюс театр, а здесь слева все для, починки, и тому подобное, в общем, вот так вот, у нас уже вода потихоньку заканчивается, вот люди пришли, им сейчас реально будет нечем заняться, что довольно-таки плохо, потому что, нужно было уже давно все, ну как, построить хотя бы вот это вот здание, и, я не знаю, как их отправить, чтобы они строили, то есть, смотрите, здесь, ну, нет, есть заинтересованные, которые, да, вот идут, пытаются, чтобы построить это здание, и тому подобное, не знаю, это у нас, получается, сообщение, вот, почему я боялся отключить подсказки, это сообщение о том, что не хватает туалетов, ноль человек используют туалеты, туалеты нужно тоже строить, в первую очередь, сейчас покажу вам, где они находятся, туалеты у нас, вот он, Light Rain, это туалеты, я даже не думал, что это туалеты, но это они, ладно, скорость повысим, давайте, интересно, а вот можно, я не знаю, можно ли лутануться полностью, чтобы, так, есть, скорость ниже, вот здесь вот ставим, без разницы кого, и набирают у нас рабочих, и сейчас они пойдут лутать все подряд, все, что, где есть лутануться, они, я не знаю, но, в принципе, смогут ли они пойти вообще фиг знает куда на карте, чтобы залутаться, да, неизвестно, но будем надеяться, так, также нам нужна вода, Water of Hell, я их ставил парочку, то есть вода у нас где-то будет вот здесь, вот получается, это колодец, я пока что не понял, что лучше колодец, или же, так, помогай, я своего персонажа также отправляю, чтобы он помогал, так, я не понял, что лучше колодец, или сборщик росы, но сборщиков росы я ставил где-то 4 штуки, и 2 колодца было на 100 человек, и вода и шла в плюс, ну, посмотрим, что лучше, вот, они сейчас должны отправиться, уже, первые людишки, да, ну, этот еще не дошел, ты у нас что, да, вот уже не пытаются, наверное, сейчас пойдут либо машину лутать, либо еще что-нибудь, можно за ними последить, я думаю, на двоечке, самое, оптимально играть, сейчас начнут носить, в склад, какие-то ресурсы, да, вот он лутанулся, и уже несет назад, красавчик, давай-ка быстрее, сейчас мы минимальное, что им нужно сделаем, поставим один колодец, одну теплицу, наверное, и туалет, я думаю, что для начала, это идеально, вот это я еще не понял, что это за процент какой, hope rating, хрен его знает, что это, будем тоже разбираться, так, дальше, воду поставили, давайте поставим, green house, мы не можем поставить, потому что у нас не хватает, вот уже, первых каких-то ингредиентов, да, стали какой-то, и salvage lumber, так, это если сверху у нас кирпичи, сталь, а lumber, дров, наверное, да, каких-то не хватает, так, ну блин, вот этот вот, scourgeant hut, я бы их два поставил, если мы можем, то есть, чтобы лут нам, побыстрее носили, наверное, на него тоже нужно, да, вот теперь и нужна вот эта вот иконочка, чтобы чпоньк, и они лично пошли за вот этим вот ресурсом, давайте скорость посильнее намотаем, может они даже, во, смотрите, первый труп, вот что я говорил, зачем нужен крематорий, вот первый труп, который воняет, из которого, и здесь вот три трупика, видите, вот они где у нас погибли, нужно срочно так же крематорий построить, ну, вода нужна тоже, поэтому без воды никуда, так, кто-то пошел дальше уже, походу на заправку, давайте еще быстрее, блин, ну, они вот сейчас будут дохнуть от того, что им даже нечем заняться, я просто не успеваю построить им те здания, но это не страшно, у меня падало население, и там это 30 человек, было, в принципе, все в порядке, так, вы принесете мне эти дрова, или что это такое? чтобы я мог построить вам еду хотя бы немного, так, вот он пришел, во, принес, красавчик, видите, отправился и принес нам то, что нам нужно, в принципе, так, ну, на гринхаус, на теплицу не хватает, например, на скаунженханк хватает, отлично, ну, давайте еще один, блин, тихо, я вечно R нажимаю, вместо QE, чтобы покрутить здание, мы тут еще один ставим, так, и нашего персонажа, отправляем им помочь, пока он помогает, я думаю, что, так, опять нам за туалеты напоминают, что здесь, надеюсь, еще подлутают материалов, в принципе, должно быть на заправке много, и тут недалеко контейнер от нас, также, в эту сторону кораблик, вот, есть, плюс фонарный столб, и вон там, вот, контейнер, в принципе, это считается, и, как я понял, довольно-таки близкие объекты, будем надеяться, что, все они налутают, так, есть, видите, чем плохо, вот, что я сказал, нельзя там несколько сразу выбрать, да, чтобы отправились, например, все эти три ресурса сразу лутали, только, вот так вот нельзя сделать, то есть, какой-то один, если вам горит, вы назначаете его, я так понял, что только его и приносят, либо же, идут туда, где он есть, ну, не совсем это вот, ясно, и ладно бы, если бы несколько складов бы я ставил, да, или же определенному отряду давал такое задание, нет, пока что вот так вот сделано, сейчас посмотрим, принесет только вот этот вид ресурса, или же другие какие-то тоже, нет, принес только вот этот вот вид, печалька, ну, я когда сидел обучался, разбирался в игре, тоже самая фигня была, так, у нас где-то должны быть, мне кажется, еще трупы, да, вон еще труп лежит, ну, крематорий быстро довольно-таки их сожжет, а ну, давайте мы с вами полутаемся, давай, лутайся, блин, наверное, он тоже лутает только вот этот вот ресурс, но он его уже хорошо, 4 налутал, отлично, да, наш персонаж тоже не все подряд, а только вот этот вот ресурс пытается лутануть, сейчас штук 10 лутанем, хотя бы попробуем, 7, 8, так, 9, 10, есть, все, можно выйти, и, собственно, отнести это сюда, а здесь пускай уже все подряд опять у нас на лут идет, так, ждем, пока наш персонаж отнесет лут, все, красавчик, отнес, и теперь, значит, мы можем построить, что мы хотели, greenhouse, да, если я не ошибаюсь, то есть, теплицу, теплицу, теплицы у нас будут, я думаю, вот так вот я их наставлю, вот вниз, 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 они у нас будут идти, думаю, что отлично, давайте пока что одну, так, людишки есть, которые будут строить, но пока что мы сами поможем, пока что мы сами поможем, ничего страшного, как говорится, с нас не убудет, да, если мы поможем в строительстве, основное такое построить хочется, так, вода, еда есть, сборщики, мусор, наверное, да, я бы назвал их, тоже есть, но воды пока что не особо хватает, нужно будет, наверное, добавлять, скорее всего, так, что у нас по луту, тут должно лута, ох, капец, сколько они лутали, хотя вода есть, три единицы воды у нас пока что, ну, не в достатке, так я бы сказал, не в достаточке, конечно, водички, блин, трупы сейчас начинают уже разлагаться, вот, вонять у нас, с нашим поселением, так, на еду отправляем, тут даже можно посмотреть, продакшн, да, и вот они, фрукты, и, получается, овощи производят, вот так вот, что у нас еще можно построить, я, наверное, бы построил, тот самый, туалет, да, вот, да, мы можем даже его поставить, получается, если у нас вот здесь будут домики, то нужно где-то его, наверное, вот тут и ставить, я их дофига почему-то ставил, у нас, тогда на 100 человек у меня, почему-то я уже два поставил, и все равно они мало ними пользовались, не знаю, как это работает, но это вроде бы туалет, либо же какая-то дезинфекция, в общем, как-то так, вот, опять же, нам у нас пришло сообщение, давайте его все-таки поставим, отправился наш строитель, пока что есть еще желающие это все построить, ну, ну, хорошо, вот, еще один, второй, третий, вот они подходят, строители, потом почему-то они не хотели у меня строить, то есть я все вручную это все строил, так, так, туалет готов, ну, почти, ох, сколько ресурсов осталось, давайте вот этот ресурс теперь только собирайте, нужно контролировать, потому что на следующую у нас уже постройку, это вот кирпича не были, ладненько, ребят, добычу воды мы поставили, добычу еды поставили, какой-то вроде как туалет поставили, и сбор ресурсов, также у нас стоит два здания, что ж, на этом, наверное, буду заканчивать, а в следующей серии продолжим, ребят, если есть кто разбирается в игре, то можете подправлять меня в комментариях, также можете рассказывать им, что знаете, буду только рад, ссылочка на скачивание игры в описании, здесь мы прожили, между прочим, 60 дней, ну, почти 60, ребят, на этом у меня все, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, оставлять свои комментарии, а с вами был Пират, и играйте только в хорошие игры. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,